7 апреля в Твери завершился региональный этап общероссийского предвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Он учрежден по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прошедшей в ноябре прошлого года встречи главы государства с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Фестиваль проводится с целью донесения правдивой информации до зрителя о военнослужащих, добровольцах, о событиях, происходящих на Донбассе. Как не запутаться в потоке информации и не отступиться от правды? Как не сойти с прямого пути и остаться в верном себе до самого конца? На эти вопросы тверичанам ответил документальный фильм «Отважный» для зрителей старше 16 лет, открывший проект «Кино на службе Отечеству». Акция открыла свои двери каждому, кто хочет узнать правду из первых уст и посмотреть на реальность своими глазами. Это абсолютно правдивая информация от первого лица, от первого источника. И вот этот фестиваль от нас уже потихонечку поедет в другие регионы. Он будет зацеплять новых и новые регионы и рассказывать, и доносить правду для тех, может быть, кто-то, кто сомневается, кто растерян, кто не знает, как к чему-то относиться. И правда всегда должна победить и прорваться к зрителю, в сердце. Да и усомниться в правдивости каждого кадра невозможно, ведь режиссер фильма лично побывала на передовой. Но вместо ненависти и злости, картина о войне призывает к любви и единству, без которого невозможна ни одна победа. Я хочу донести только одно. Мы должны встать одной стеной. Мы должны быть с нашими ребятами рука об руку. Мы должны стать родными друг другу, потому что, как говорят наши друзья, мы были населением, а сейчас мы должны стать народом. А только объединив наши усилия, мы победим эту свору, НАТОвскую свору, которая окружила Россию. Главными героями картины стали солдаты из Татарстана, Вологды, Иркутска, Донецка, волонтеры, которые оказывают посильную помощь, жители Донецкой и Луганской народных республик, живущие под ежедневными обстрелами украинских военных, а также добровольцы, жертвующие своими жизнями ради свободы и процветания страны. Мы должны победить, вопреки, несмотря ни на что, хотя бы за тех ребят, которых уже с нами нет. За Донбасс, за людей Донбасса. Мы должны драться до конца, потому что они такие же люди, как и мы, нуждаются также в защите, как и граждане любого другого государства, которые являются там, ну, чьи права ущемляют. А здесь тем более мы деремся за свою землю, за которую наши предки проливали кровь. За мир во всем мире, против нацизма, против фашизма, там очень много символики, что бы кто ни говорил, ее там предостаточно, своими глазами видел, трогал, знаю. Вот, все, что могу сказать, за детей, за людей, за правду, за народ. За все, что и должен мужчина отдавать свое здоровье, кровь и свой долг. Со сценок собравшимся обратился депутат Тверской гордумы и журналист Дмитрий Нечаев, также побывавший в зоне специальной военной операции. Он рассказал о своем опыте общения с мирным населением новых российских территорий и еще раз подтвердил, что их жители сделали свой осознанный выбор. Они — часть России и сегодня взывают о помощи, чтобы отстоять это свое право. Всего в рамках проекта «Кино на службе Отечества» планируется показать 27 документальных фильмов, снятых в зоне специальной военной операции. Каждый из них, начиная с картины «Отважные», расскажет зрителям всю правду о том, что сейчас происходит на фронте и как каждый из нас может помочь общему делу. И даже донести до людей истину уже является большим шагом к победе. Ведь сила — к правде.